МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. С болью восприняли белорусы трагедию, произошедшую сегодня в России. 92 человека погибли в авиакатастрофе недалеко от Сочи. ТУ-154 разбился в Черном море. На протяжении всего дня в Минске к российскому посольству в нашей стране люди приносят цветы и зажигают свечи. Соболезвание президенту России и народу союзной страны выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В России 26 декабря объявлен днём общенационального траура. Насколько мне внутри, больно, наверное, за все те семьи, которые потеряли близких, родных. И поэтому мы не можем оставаться в стороне. А какая-то семья потеряла близкого человека, и его не будет рядом. Мне кажется, ничего страшнее просто перед этим праздником быть не может. В первую очередь хочется, чтобы их родные одержались. Это трудно, конечно. Это ужасно. Даже теряешь до речи. Мы вот все вместе сегодня собрались почтить память этих артистов, из корреспондентов и экипаж самолёта обязательно тоже. Напомню, самолёт Министерства обороны России направлялся с подмосковного аэродрома Чкаловский на авиабазу «Хмимим» в Сирии с остановкой в Сочи для дозаправки. В 5.40 во время набора высоты над Чёрным морем он исчез с радаров. На борту находились 65 музыкантов от сам для песни и пляски имени Александрова, известный врач Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов, военные и 8 членов экипажа. В Чёрном море продолжается поисково-спасательная операция МЧС. Более подробно об обстоятельствах трагедии мы расскажем в информационно-аналитической программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру. И вот некоторые её темы. Трагедия над Чёрным морем. Самолёт с российскими военными, артистами и журналистами упал через две минуты после взлёта. Кадры решают. Политический штаб президента впервые возглавила женщина. Наталья Ивановна – это опытный государственный деятель, я бы сказал уже. Очень преданный человек нашему государству. Восток и Запад. Так чем сердце успокоится? Разговор с Тадеушем Кондрусевичем. В Минске, может быть, провести такую молитву? Преославные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи. Дважды окольцовано. Какие проблемы решит вторая Минская кольцевая? Такое кольцо, как второе, допустим, для большого города Минска необходимо. 2017 год науки. Что на столе у главного учёного страны? Деньги никогда не бывают лишними, но мы стараемся деньги зарабатывать. У главной ёлки Белоруссии наши дети. Я хочу поинтересоваться у Лукашенко, как будет развиваться страна в ближайшие годы. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» с Игорем Позняком в 19.30. С надеждой на лучшую и совершенную жизнь вместе со всем миром Рождество Христово отмечают сегодня белорусские христиане, придерживающиеся григорианского календаря. Праздничные богослужения в нашей стране начались ещё накануне поздно вечером. Центральная месса католической конфессии прошла в Ракове. В кастёре Божьей Матери Руженцова и Святого Доминика, которому вот уже 110 лет, службу возглавил митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он ещё раз напомнил всем верующим о духовном значении праздника. Приход в мир Бога в человеческом обличии – событие для христиан историческое. Именно от него берёт отчёт нашей эры. Главными центрами празднований на планете стали Вифлеем, город, в котором по преданию родился Христос, и столица католического мира. В Ватикане со знаменитого балкона в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск сегодня выступил с традиционным рождественским обращением к Граду и Миру. Он призвал их к торжеству власти любви, а не власти силы. Обозревая ситуацию на планете, Папа пожелал скорейшего мира для народов в Сирии, призвал к миру жителей Святой Земли, израильтян и палестинцев, а также Ирака, Ливия, Йемена и стран Африки. Франциск пожелал избавления от бед всем страждущим, беженцам, голодающим, всем людям доброй воли. Также он выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые по Восточной Украине, будут выполнены. Отмечу, что 25 декабря – государственный праздник в 145 странах мира, в том числе и в Беларуси. В упорной борьбе и с равным счетом завершился матч между командой президента Беларуси и хоккейной дружиной Брестской области. На табло 5-5. В первом периоде команды испытывали на прочность ворота соперника. И только ближе к концу на табло сменился счет. 1-0 в пользу президентской команды. Большая часть второго периода голкипер ледовой дружины президента скучал, а шайба находилась на второй половине поля. Игроки команды президента забросили три шайбы в течение пяти минут. Одна из которых благодаря голевой передаче Александра Лукашенко. На личном счету президента 8 очков. Республиканские соревнования по хоккею шайбы среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба проходят уже десятый раз. Такое спортивное долгожительство объясняется любовью зрителей к профессиональному хоккею, хотя и в исполнении спортсменов-любителей. Замечательно они упираются, с ними сложно играть. Да, прорубаем оборону. Сложная оборона? Вот, тактическая. Пообещать никто ничего не может, но мы будем на победу играть. Команда президента Республики Беларусь – семикратный победитель соревнований. На 10-м турнире она вновь вверху турнирной таблицы. Сейчас завершился круговой этап вскоре финальной игры. Будущие офицеры милиции дали торжественное обещание на верность народу. Место для церемонии выбрано знаковое – Музей истории Великой Отечественной войны. Слова, которым верны поколения правоохранителей, учащиеся специализированного лица МВД, произнесли присутствие старших офицеров и ветеранов, своих родных и близких. Дали нашим сыновьям возможность знать, что такое мужчина настоящий, что такое защитник Отечества и что такое настоящий патриот. Наши дети. Республиканская акция продолжает радовать всех, кто так верит в зимнюю сказку. В Минске в Национальном выставочном центре для юных зрителей сегодня проходит благотворительная музыкальная сказка. Более 200 детей из столицы и Минской области направились в зайчий поход на Новый год. Представление по таким названиям проходит три раза в день. В завершении каждого из них – фото с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами. Собирается много детей, можно познакомиться со всеми. И появляется много друзей. Сегодня у нас елка благотворительная. Здесь собраны дети из многодетных семей, отличники учебы, а также ребята, которые занимаются в образцовых детских художественных коллективах. То есть те, кто своей учебой, своими творческими достижениями заслужил право попасть на такую елку. Ну а также те ребята, которые нуждаются в особой заботе, в особом внимании со стороны государства и общества. Традиции Народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать на Брещене. В агроусадьбе Пружанского района несколько месяцев готовились к премьере. Этот вид искусства был особо популярен на наших землях в 17-19 веках. Теперь мастера и ценители старины пытаются оживить мир сказочных кукол. Пётр Бутрим о тех, кто взялся за необычное дело. Пять веков назад она служила и книгой, и телевизором, и интернетом. В театре «Батлейка» рассказывали о рождении Иисуса и поднимали острые социальные вопросы. Древнейший вид белорусского искусства решили возродить в агроусадьбе стулы. За дело взялись пять народных мастеров. «Была мета такая, как каждый мастер зарабил, дали только померы, габариты, и как нечто зарабило позднее, это раз. Люди все разные, тем больше за тысячи годов и персонажи повинны быть крикорозные». А также лучшие в округе резчики, мастера плетения соломы и росписи по стеклу. За два месяца они создали то, что даже без театрального действия можно считать полноправным произведением искусства. Эта «Батлейка» уникальна еще и тем, что состоит не из двух, как это встречается чаще, а из трех уровней. Небо с Иосифом, Марией и тремя королями, земля с царем Иродом, его воином и Рахель, а также самый нижний уровень – пекло со смертью и чертом. Первый сюжет «Батлейки» – классический, библейский. Со временем репертуар станет значительно богаче. В основе него будет лежать жизнь белорусов 16 века. Это очень интересно. Я помню, как в детстве бабушка рассказывала про такие театры. Только лишь из воспоминаний и рассказов мы знаем. А увидеть это вживую – это, конечно, какая-то такая детская мечта. Мастера и исполнители ролей уверены, возрожденная «Батлейка» в будущем может стать полноправной визитной карточкой целого края. Я никогда не занималась «Батлейкой», особенно про нее мало ведала. Но один раз я приснила эту «Батлейку». Я ее приснила, я ее побачила, как она будет выглядеть. И я подумала, что сюда будут для нас тягнуться люди, миновата на «Батлейку». Премьерный спектакль Паружанской «Батлейки» проходит прямо сейчас. Кукольное представление по библейскому сюжету обещают ставить на протяжении месяца. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. На этом у меня все. Далее спортивное обозрение от моих коллег. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. В студии работал Олег Степанюк. До встречи.